девчонки всем привет добро пожаловать на канал сегодня я на кухне сегодня снова у меня готовка хочу сегодня приготовить стушить картошку со свининкой в казане свининку с утра сегодня приехала с работы занесла пока туда-сюда дела поделала по дому у меня свининка отошла ну я думаю может и не до конца расставила но все же уже разрезать можно будет и так что приглашаю вас на очередную мотивацию на готовку так ну что фартушек одену так как буду сегодня готовить постирнуть уже грязненький на улице у нас сейчас потепление сегодня знаете сейчас скажу сколько градусов минус 6 девочки минус 6 все тепло мяско вас сегодня с работы прям наслаждалась погодой и вот мясо с работы наслаждалась такой погодой что же не знаю что готовить и варить вот думал картошку стушить вообще тушеная картошка конечно в моей семье вообще беспроигрышный вариант готовки сегодня сварю а завтра уже нужно будет опять что-то варить все съесться съедается я вот сегодня раз поем больше 10 не буду все сегодня по разу поедят больше есть никто не будет просто что ваня на работу завтра еще нужно взять контейнер такой знаете большенький поэтому туда много входит вот и уже все и будет казан почти пустой оставлю диме завтра чтобы со школы поел завтра буду снова что-то готовить мясо мне все кусочками струганина как раз делала мне кажется я вас высоко поставила на масло много не буду наливать потому что на мясе есть широк недавно видео у меня вышло кришма 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 столько было комментариев я конечно же хотела сказать что это какая-то секта просто не стало ну думаю как то некрасиво что ли с моей стороны было бы такое сказать ну раз в эту тему сами затронули я уже я понимаю что это хотят привлечь может быть своя какая-то секта да ну но я в своей жизни сейчас расскажу вам историю попалась на цыганский гипноз я не знаю рассказывала может быть мне кажется рассказывала а может и нет не знаю не помню но если кто-то историю слышал уже от меня вы напишите значит я рассказывала я просто не помню рассказывал я или нет когда мы жили в казахстане вы собирались уезжать уже все распродали практически мебель у нас с подвала стояли банки засолки освобождали квартиру прихожка у нас прям в доме был подвал и там стояли засолки ну и стояли у меня засолки там что-то не помню где нам мяукает булка детская медведенькие вот виск ой как шуметь быть у меня наверное не слышите ну и короче я была одна дома уже дело было ближе к вечеру где-то в пятый час вечера но Ваня еще не пришел к работе дети не знают где были дети наверное в казахстане были ой у родителей были это же было в казахстане у родителей дети были в другом поселке в другом соходе у нас забор только был высокий и мы его всегда закрывали снутри на черенок ну вот так вот вставлялся черенок чтобы калитку никто не мог открыть звонка никакого не было то есть мы я вот лично когда одна всегда закрывалась мы жили в центре мало ли такой соход что на трассе стоит много сюда заезжих приезжих было то одежду продавали ходили по домам то там старый утварь купали ходили по домам ну в общем то мы всегда были закрепи кому надо на сотовый телефон позвонят и мы откроем ну вот однажды я не закрылась была одна дома и пришла ко мне цыганка пришла цыганка зашла ко мне в дом это было лето это было лето а у меня в квартире почти пусто было мы уже распродавались ну и дай хозяйке что-нибудь я же понимаю я же знаю что цыганями вообще опасно цыганями нельзя разговаривать даже не в глаза нельзя смотреть что они обладают гипнозом я это все знаю я стараюсь на нее не смотреть стараюсь как-то взгляд уводить вот стараюсь она со мной разговаривает а я стараюсь взгляд уводить так в сторону что-то я его сюда куда-то смотрю ну в общем то хоть куда лишь бы не в глаза а она прям вот так вот прям вот мне вот знаете вот прям вот под меня это чтобы взгляд мой поймать ну что вы думаете она его поймала мой взгляд она его поймала и говорит мне дай мне деньги а я говорю а у меня будет денег нету я в такой степени сама себя запрограммировала что мне нельзя с ними никак никакого диалога вести ничего нельзя давать нельзя доверять и так далее я говорю у меня нету денег сейчас девочки ну и это она говорит тогда что-нибудь другое дай увидела у меня на полочке какая-то туалетная вода стояла там уже today today по-моему эйванская там вот так вот уже было в флакончике то есть меньше половины да и говорит тогда мне вот забирай а я уже знаете понимаю что пусть она берет все что хочет вот духи эти мне не жалко чтобы она быстрее ушла мне просто стало жутко страшно что я одна в доме тет-а-тет с глазом у вас с цыганкой мало ли что она тут со мной сделать а я взяла золоте ну как вся серьги золотые цепочка серебряная на мне ну то есть тоже как бы кое-какие украшения есть дома а дома деньги их есть мы же распродавали хозяйство у нас дома деньги есть но я их эти деньги мы их обменивали по моему ну да мы в рубли обменивали у меня оставалось там то ли тысячи то ли две тысячи тенге я мне нужно было платить за свет последний вот платежка должна была за свет я и говорю у меня нету денег у меня последняя деньги сейчас осталось ягур я не могу тебе дать мне завтра за свет платить ну вот он давай тогда вот это вот это мне дай да ради бога забирай потом на видит вот эти банки у меня стоят прям в прихожке там компот соленые помидоры огурцы ну в общем-то засолки и она мне говорит дай мне засолки я говорю да бери ради бога мне их не жалко что всегда свой огород был засолок хоть пруд пруди море было мне вообще не жалко было просто тот момент с банками было немножко сложновато ну думаю ладно фиг с тобой уже ради этого значит и банок даже не жалко было в общем-то она я даже уложилась какие-то сумки и пакеты не помню эти банки ну чтобы она быстрее быстрее выпроводить ну и вот значит тут она мне говорит банки взяла все и она мне говорит давайте погадаю я не надо мне так она говорит давай я посмотрю если на тебя порчи и тут я видимо уже начала попадать под ее звук носа потому что я согласилась я согласилась но она значит говорит говорит мне у тебя есть свежее яйцо куриное а нас курочки еще были держали же еще дома были куры я говорю есть дай мне только свежее ладно значит я даю яйцо и полотенце чистое я чистое полотенце приготовил вы понимаете я уже попала в ее какой-то гипноз видимо все-таки взглядом мы с делились она меня уже поймала на крючок одела как говорится ну и она значит это вот так по мне катает это яйцо водится там шепчет что-то это и потом говорит на тебе как порчи есть нет когда она города смотри она в полотенце заворачивает это яйцо что там шепчет шепчет потом вот так резко открывает и закрывает когда открывает вот как смотри я в эти доли секунды вижу что это яйцо черного цвета а яйцо свежее сегодняшнее то есть был пятый час вечера яйцо сегодняшнее реально прям свежее я вижу вот это вот черное яйцо в полотенце завернутое и она говорит видишь черное полотенце яйцо и она резко закрывает это полотенце я уже поплыла я уже под ее этим полностью нахожусь под ее влиянием но она говорит это горит все в печку закинь и не разворачивай поняла я группа него ягод тебя все сняла выкини игру ладно ну значит я с этими банками и значит выпроводила все вышла аж за калитку и выпроводил ее закрыла калитку на черенок чтобы уже не наверняка никто больше не пришел ну а это полотенце на печку положила печки мы летом сжигали мусор бумажки куда их девать на улицу же не выбросишь мы сжигали их дома но это я значит она ушла я зашла в дом не любопытно думаю что что в этом полотенце почему яйцо черное я разворачиваю полотенце девочки а яйцо обычное оно разбитое оно но не черное оно свежее белок желток все нормально окраски нормального цвета то есть никакого там черного ничего нет вы понимаете в чем дело я отчетливо видела когда она мне резко его открыла и закрыла когда вот он открыла я резко отчетливо увидела черное яйцо вот она растекшись она все черного цвета как горелая как будто все и вот тут я понимаю что я была под ее влиянием но видимо насчет там украшений не украшений она с меня ничего не смогла взять может быть я не до конца была под ее влиянием ни деньги не вынесла ни с себя украшение никакой не поснимала она решила с меня взять эти банки но эти банки по сути жалко не было то что мне их свой огород был чумник жалеть этих банк них тем более там стояли банки 3-4 летней давности закрутки понимать старые банки то есть вообще абсолютно никак не жалко было так что вот так вот поэтому я знаю что такое попадать под гипноз я знаю что с этого гипноза можно просто отдать просто все себя все украшения можно снять вынести дома все можно это реально очень страшно поэтому я боюсь таких вот цыган я у нас городе очень много и прям сейчас очень много даже здесь у нас поселке очень много даже больше скажу в нашем доме заселились семья такая но нашем доме заселились они видимо уже более современные потому что они женщина водит машину сама двое детей такие приличная такая семья детки ходят школу мальчишки то есть не какие-то там шарлатаны которые путем обмана зарабатывать себе на жизнь она где-то работает она ездить на работу такая в шубе вся в общем хорошие такие современные я бы сказал цыгане живут они не в моем подъезде в соседнем я вижу что вот она на крутой машине ездит в общем то вот так вот поэтому вот этих когда я вижу кришма кришма вот или как они там присунуто наши я понимаю что это секта что может быть правда кто-то кто более слабее морально слабые люди ослабленные не слабые ослабленные этой жизнью они попадают под это влияние и вот они я говорю там русские девчонки танцуют русские я вот когда снимала в камере конечно не видно но вот я смотрю я не в камеру смотрела я смотрела на них вот не мимо камеры это русская женщина такая как я может даже старше и она танцевала и я вот смотрю на нее она вот зайти как будто под чем-то вот как будто вот ее колбасит я не знаю но это прямо знаете страшновато я вроде бы так это ну я думаю что я не должна больше попасть на такие всякие гипнозами гипнозы секты всякие я боюсь честно говоря что вы думаете к этому поводу напишите а вот этих которые танцуют как сектанты да теперь уже можно так на них сказать я просто улыбнулась и все мне больше никак они абсолютно никак ничего не 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 помешали не сделали что пусть пляшут а вот вы мне написали некоторые что стоит такое что вот они восхваляют воспевают бога это их праздник ради бога ради бога я говорю я подошла я улыбнулась они такие машут с новым годом кричатки это потом когда мы значит ехали с доброценно они уже стояли другому краю города и тоже танцевали а мы на светофор как раз остановились они там плясали я опять такие в окошко вот так машу машу они увидели что им машут тоже не машут машут все ну я как бы танцуют поют то хай с ними пустую споют так ну что ладно картошку и девочки чищу сейчас без вас уже дочищу а то видео 5 у меня здоровая получается и потом немного позже подключусь к вам когда мы будем с вами же прям готовкой заниматься сейчас пока у меня тут мясо тушится жарится на большом огне ну правда под крышкой сейчас сниму крышку и позже немного с вами увидимся когда буду отправлять уже поочередно все овощи так что вы не переключайтесь чуть позже подключусь так мяско у меня так красиво обжарилась уже лучок морковочка морковь убрала из морозилки натертую все картошка у меня в воде вымачивая холодной промыла и заливала все отправляем морковку по картошку в казан теперь водички с чайником сразу посолю темно мяско соленая там есть приправы еще добавлю красненький крупного помола и перчика черного все перемешаю еще чуть-чуть водички можно чуть-чуть каплюшечку все закипит потом убавлю и будет до готовности готовится в конце лавровый листочек можно добавить ну все картошку я натушила целый казан 2 лавровых листочка добавила и замороженную зелень как получилось у меня красивая картошечка с мясом все всем приятного аппетита на этом я сегодняшнее свое видео буду заканчивать сегодня мы с вами хорошо пообщались кушать на готовили целый казан на этом можно прощаться всем спасибо за внимание всем пока пока до новых встреч до новых видео до новых встреч